здравствуйте друзья гуляемся по городу с дочкой вдвоем дать какая благодать конечно кто любит большие толпы тем покажется что здесь скучно а я вчера была в симферополь в этом муравейнике в котором мы рано утром заехали и поздно после пяти уже вечера выехали и все потому что простояли большую часть дня в пробках заезжали на оптовый рынок покупать канцелярию там такое ощущение что вот просто все в один день решили сразу купить все пришли мы куда парк аттракционом идем а вот насадили кустиков с этим каком они состоянии и они все просто вот все пропадают себе картина не очень веселая сухие кустики сколько денег на них потратили вот так и лошадка тут даже пасется у нас а а и и и и и и и и Как пойдем? Доброе. Доброе. Поиграли в аэрохоккей. Кто выиграл? Пичья. Пять-пять. Пять-пять сыграли, да. Дальше гулять. Подожди, реконструкция второй части парка началась? А мы этот момент пропустили? Ну, пойдем посмотрим. Так как мы могли упустить такое важное событие? Пока все лето ездили по морям, тут уже что-то происходит. Что ж тут происходит? А ну-ка, давай посмотрим. Дорожку новую делают. Дорожку новую? Делают новую дорожку возле скейт-парка. Будет у нас новая дорожка. Уже позасыпали щебня тут. Выравнивают, наверное. Будет довольно-таки широкая дорожка. Была тут узенькая. Будет широкая дорожка. Как и обещали, строительство идет два этапа. Первый закончили, второй продолжаем. Принято что-то, конечно, там есть, но в целом часть парка сделали, с которой мы только что пришли. А это вторая часть парка, в которой будут дорожки. Любители кататься на скейтах, на самокатах. Тут постоянно собираются. Да, вечный огонь у нас тут рядышком. Делают такие дорожки. По-моему, они стали шире. Да, они стали шире, они были уже. Очень хочется дождаться, посмотреть, когда это закончится, как они будут выглядеть. Куча строительного материала. Там их несколько, вернее, куча строительных материалов. Лежат уже бордюры. Плитка по бокам. Бордюры здесь уже поукладывали. Вот такой контраст. Тут стройка, а там вполне такой приличный парк. Будем надеяться, что в этой части тоже будет все хорошо и как с ним. Здесь у нас много всяких памятников. Самый главный городской памятник. Памятник трем штурмам Перекопа. 1920-й год это когда революция победила тут, да? В 1944 году? 1944 год это когда у нас победа над фашизмом в Крыму была. Крым освободили от фашистских захватчиков. А 1963 год это подали в канал Крым Днепровскую воду. Вот такие вот три штурма были. Которые, к сожалению, сейчас перекрыли, конечно, воду. А это у нас память жертвам Чернобыля. 26 апреля 1986 год. Это радиация. Пойдем. Делалось, конечно, все для блага вроде бы, а получилось все такая сильная хатастрофа. Это у нас памятник герою Советского Союза, генералу армии Маргелову Василию Филипповичу, командующий воздушно-десантными войсками СССР. Дивизии вычисленные. Дальше у нас памятник афганцам. Просто аллея памятников у нас тут. Воинам-интернационалистам. Вечная память. Такой вот астамент. Березка засохла. Жилье и городская среда. Региональный проект. Формирование комфортной городской среды Республики Крым. Капитальный ремонт парка, культуры и отдыха. Под контролем Министерства коммунального хозяйства Республики Крым. Заказчик муниципального унитарного предприятия. Муниципальное образование Красноперекопска. Подрядчик Бетастрой. Окончание строительства декабря 2019 года. Ребят, ждем. Декабря 2019 года и будем принимать этот объект с вами. Вот так это должно выглядеть. Леночка, это вот тут, вот в этом парке, где сейчас идет реконструкция. Поэтому, конечно, очень интересно так все смотрится. Смотрите, как оно все должно быть. Будет ли так все на самом деле, мы увидим. Пока что вот так это все. Так, и еще один у нас тут постамент. Жертвам депортации посвящается. Сейчас, конечно, для депортированных народов Крыма делается очень многое. И когда начинают говорить только о крымских татарах, меня почему-то немножко это возмущает. Потому что, ну, не только крымских татар депортировали. Это были и болгары, и другие народы. Поэтому и немцы те же, которые были, в принципе, мирными и жили на территории Крыма много лет. И, в принципе, сейчас эти все народы под защитой государства, под защитой Российской Федерации получают определенные льготы. И когда на Украине сейчас звучат просьбы, аннексированные Крым освободить и здесь сделать автономную татарскую республику, ну, это как-то неправильно. У меня было прошлое видео, когда я в истории одного судака рассказывала. Вы послушайте, в них, типа, сколько народов всегда тут проживало. И сменялись народы один за другим. И почему вдруг татарский русский, я не знаю. Может, вы другого мнения пишите в комментариях. Но из-за того, что несколько столетий тут были татары, кстати, наряду с другими народами, тут даже во время крымско-татарской, можно сказать, тоже османской оккупации, здесь проживали и славяне, и армяне, и греки. Кстати, это тоже на национальности коренные крымские. Дворец культуры наш, ребят. А вот сейчас пойдемте посмотрим на наш дворец культуры. И что же тут изменилось? Помните, я вам показывала в предыдущих видео тоже, как здесь делается ремонт уже в течение года. Лестница абсолютно была заброшена, никто ее не делал. Она должна была быть сделана еще до сентября прошлого года. Но ее забросили. А вот здесь вот, если вы помните, кто не смотрел, напомню, многоэтажный дом разбирают. Мы вроде бы разобрали, но порядок еще не привели, не благоустроили. Хотя до октября месячцы это обещают сделать, и мы проверим обязательно по срокам. Потому что уже было собрание, и на нем был затронут вопрос вот именно этого двора. Обещали, что до октября подрядчик все за собой уберет. Очень надеюсь на это. Хочется, конечно, верить, что у этого двора появится своя жизнь, своя детская площадка и тому подобное. А здесь появился вроде бы новый подрядчик, который занялся ремонтом этой неблагополучной лестницы. И вместо арматуры, которая тут торчала, уже появился бетон. Ну, а дальше что тут будет делаться, мы посмотрим. Ага, заливают, видите, заливают бетоном. Арматуру уже покрыли. Теперь это все выравнивается. Поживем, увидим. И еще одна новость для красноперекопцев была не очень приятная, конечно. Закрыли кинотеатр. Причина называют то, что подняли местные власти арендную плату для них. И, соответственно, и так, в принципе, не сильно шикующий кинотеатр стал совсем недоходным. И его решили закрыть. Я сейчас эту информацию хочу еще раз проверить. Подойдем, посмотрим, действительно ли здесь нет объявлений о фильмах. А может, вдруг открылся уже, и я что-то пропустила. Наверху здесь есть мультизона. Здесь дни рождения празднуют. Детские игры всякие различные. Мультизона, мы видим, работает. Четковая избирательная комиссия. Да. А объявлений о фильмах? Афиши никакой нет. Киноафиши перестали любить. Соответственно, фильмы тоже. Очень жаль. Идемте дальше. Давно мы не ходили по городу и не смотрели же изменения здесь. Вот это в прошлом году тоже улицу делали. Ремонтировали. Был капитальный ремонт улицы. Было очень много недочетов. Но немного исправили, а немного все-таки так и осталось. Вот, например, по краю. Вот, кстати, как неровно. Какие щели. Этого исправлять уже никто не стал. Так, в принципе, более-менее, конечно, не считая, что если это капитальный ремонт улицы, должны были заменить вот эти бордюры. А бордюры, они лежали и потом со временем просто куда-то исчезли. Остались старые бордюры. Леневку нормально не сделали. Тут был дождь, был потоп. А потом самые же местные жители просто ту, ну, как сказать, то отверстие, которое там было, под леневку, взяли палочкой там, поразворошили. И вся вода ушла как в канализацию дома в ванне. Вот так вот. Буквально за каких-то полчаса. Такая история. Мы с вами идем на улицу, где сейчас тоже делают ремонт тротуара. Это у нас улица Ишуинска. Ой, нет, это Таврическая улица, которая идет до рынка от центра занятости. Посмотрим, что же там у нас делается. Решетки все-таки на эти ливневые канализации поставили. Как видите, она очень сильно забивается здесь мусором. Поэтому прочищать ее нужно постоянно. Вот они, решеточки. А то было просто отверстие и все. Без таких решеток. Немножко исправляют, значит. Тут МФЦ делает ремонт здания. Которое недавно, в принципе, ремонтировалось. Но из-за того, что подрядчик оказался не очень хорошим, потекли у них потолки. И, конечно, позатекало все и везде. Поэтому переделывается. И заново идет ремонт. Посмотрим, как в этом году будет в период дождей. Вот здесь, собственно, заканчивается плитка новая. А дальше. Вот сделали дорожку от Чапаева до рынка. Заменили тротуарную плитку. Тут еще доделывают. Продлили муниципальную стоянку. Засыпали возле рынка. Как-то так стало. Это все будет выглядеть еще доделывают. В общем, посмотрим, когда будет готово. Как тут все изменится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...